Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Наталья и я рада приветствовать вас на своем канале Творческая Мастерская Креатив. Мы продолжаем вам серию мастер-класс по изготовлению бумажных цветов для скраббукинга. И сегодня у нас красавица орхидея. Я вам хочу показать вот такие орхидеи, какие я сделала для примера. Вот смотрите, это белая орхидея с желтой серединкой из бумаги для пастели. Это розовая орхидея, тоже нежная бумага для пастели. Эту орхидею, такая веселенькая орхидейка, я сделала ее из бумаги для скраббукинга в такой темный-темный розовый горошек. И это нежная красивая орхидея. Это орхидея из кальки. Калька здесь плотная, 110 граммов плотность. Это не та обычная калька, которая для черчения, а калька для творческих работ. И также серединочка у меня сделана из желтой кальки. Ну все, а сегодня мы будем с вами делать орхидею. Я, мои дорогие рукодельницы, приглашаю вас в свою группу ВКонтакте, которая также называется «Творческая мастерская Креатив». Там вы найдете вырубку, наборы для вырубки, готовые цветы для украшения ваших скраб-работ. Вы можете посмотреть, может приобрести. Также вы можете подписаться в мой инстаграм. Там уже готовые скраб-работы и различные другие работы, которые сделаны в Творческой мастерской Креатив. А также подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, и вы будете получать новые мастер-классы, которые выходят на нашем канале Творческая мастерская Креатив. А теперь давайте начнем делать орхидею. Как я сказала, мы с вами будем делать белую орхидею. В предыдущих мастер-классах, где мы делали с вами ромашки, фиалки, весенний нарцисс, я вам говорила, что я все заготовочки для цветов делаю при помощи вырубки, из вырубки. А вырубку я делаю при помощи вот таких вот ножей для вырубки. И, конечно же, машинка у меня, машинка для вырубки и тиснения. Орхидею мы будем делать с вот такого вот ножа. Я его здесь специально не отрываю, потому что я сразу делаю две одинаковые заготовочки. И вот такая вот серединочка. Вот это такой у меня набор ножей, называется орхидея. И еще к ним есть вот такие вот листики. Но листики мы делать не будем, будем делать сам цветочек. Листики можно посмотреть вот здесь. Вот такие они при вырубке, получается вот такие вот красивые листики. Ну что ж, давайте. Я уже сделала заготовку вот с белой бумаги для пастели, с этих ножей. Это вот эта вот передняя часть цветочка, а это задняя часть цветка. Также я сделала еще вот такую серединку, серединку для орхидеи. Если в этих орхидеях я делала серединочки желтые, то здесь я сделала серединочку белую. Мы просто с вами сделаем немножко по-другому орхидею, сделаем более реалистичную. То есть мы ее будем тонировать и будем делать так, как она, какая бывает серединка настоящей орхидеи. Так, ножи я уберу, я вам показала. Вырубку я оставляю. Мы сначала с вами обработаем верхние лепестки и нижние лепестки цветов. Обрабатывать я буду на вот таком импровизированном коврике для тиснения. Я его сделала из кусочка линолеума. Также я буду брать палочку для тиснения. Здесь такая у нас большая у меня булечка, здесь у меня булечка поменьше. Это такая палочка для тиснения. Но я говорила, что можно еще эти палочки для тиснения заменить дотсом. Это такая вот, такие палочки для маникюра. В фикс-прайсе их можно приобрести. Ну что ж, давайте приступим. Мы немножко увлажним наши лепестки. Увлажняю я не брызгаю, не мочу в воде, а просто мочу два ватных диска и помещаю между ними лепесток. Сильно мочить мы не будем. Так, слегка. Не до сильного состояния. И берем палочку для тиснения и делаем такие маленькие черточки. Вот так по краю вдавливаем. Чуть-чуть приподнимаем край орхидеи. Если у вас дома есть орхидеи, вы можете пойти посмотреть, какой там ажурный такой вот краешек. Вот как у нас с вами получается, когда мы делаем такие черточки. И на этом листике мы с вами делаем небольшие черточки, такие как вдавливаем слегка. У нас бумажка слегка мокрая и поэтому они делаются хорошо. Вот такие у нас получается с вами такая ажурность листочка. Видите, прям как вроде он только размятый, только распустился. И так же мы немножко вдавливаем серединочку. Вот так делаем. И положим его, пусть он немножко у нас подсохнет. Теперь мы с вами займемся вот этой частью, которая у нас находится за цветочком. Тоже слегка смачиваем. Пусть еще немножко. Посушить можно цветочки на такой вот линейке с кружочками в диаметр. Я сюда мокрые цветочки кладу в любой диаметр. И они у меня высыхают и приобретают форму. Ну, я думаю, что уже увлажнилось. Да, хорошо. И мы с вами здесь сделаем вот такие полоски. Смотрите, я провожу по центру и делаю вот такие вот, как вроде на листиках косые, наискосок, вот такие полосочки. Это я делаю на изнаночной стороне. Лицевая у меня сторона вот лежит прямо на нашем импровизированном коврике, который кусочек линолеума. Делаем так. Поджимаем, создаем фактуру. Если я делаю с фоамирана цветы, то у меня есть такие молды, которые создают фактуру. Ну, а здесь уже приходится фактуру делать при помощи булечки. Я тоже этот нож использую и для фоамирана. Делаю орхидеи из фоамирана. И немножко мы с вами прокрутим, прокрутим, чтобы пусть чуть-чуть листочки у нас поднялись. И я, наверное, положу на линейку. Ну, вот приблизительно в этот кружочек. Пусть она чуть-чуть подсохнет. Пока наши листики сохнут, мы с вами будем делать вот эту вот реалистичную серединку. Для этого мы с вами возьмем бумажку, любую белую, для того, чтобы сделать тонирование. Вот у меня я на ней тонирую. И здесь еще есть место, можно еще потонировать. Кладем нашу серединку. Как я уже говорила в предыдущих мастер-классах, что я тонирую сухой пастелью. Я беру вот такую мелкую наждачную бумагу. И для этой серединки я решила взять две пастели. Взять оранжевую. Я так натираю пастель на эту наждачечку. И получается такой порошок. И решила взять еще желтый. Такой яркой. И эти два порошка я смешаю. Тонировать я буду вот таким вот нехитрым предметом и макияжем. И начинаем. Смешаем теперь мы две пастельки. Вот этот порошки. Два смешаем. Единое целое. Сначала пробуем на бумажке. Вот. Мне этот, например, цвет нравится. И начинаем тонировать. Тонируем вот эти крылышки. Вот это тонируем. Здесь мы тонируем с вами. И, конечно, наверно, стонируем мы с вами еще вот эти вот хвостики. Сделаем желтенькие. Перевернем на другую сторону. И тоже сделаем крылышки. Затонируем. И затонируем усики. Это не хвостики. Это называется усики в орхидее. Вот. Мы с вами сделали. Больше нам это не надо. Мы с вами сделали вот такую тонирую. Но это еще не все. Вы знаете, что у орхидеи, у белой, у нее все, края все желтенькие. А внутри есть такое вот края желтенькие. А внутри у нас такие розовые точечки, полосочки. И я беру такой у меня есть фломастер. Он спиртовой. Открою крышку. Он на спирту. Такой вот розовый. Номер 89. И в серединочку этой орхидеи нанесу такие вот точечки, полосочки. Вот у нас так. Даже еще можно и такую провести. Вот мы с вами сделали вот такую вот серединочку. Сейчас я вам сблизи покажу. Вот мы с вами получили вот такую серединочку. Теперь нам нужно эту серединочку обработать. Как мы обрабатываем? Мы с вами на таком коврике нажимаем и ведем сюда. У нас, видите, усики заворачиваются. Ведем сюда. Видите, она вся заворачивается у нас. Теперь, смотрите, мы ставим сюда болечку и заворачиваем сюда. Я эту часть не мочу. Она прекрасно заворачивается. И сама. Вот такая у нас нехитрая получается серединка. Этому серединку разукрасили. Я сейчас могу вам показать, как можно еще сделать вот желтая. Это у меня желтая. Это просто обычная желтая серединка. Ее тоже. Сделаем так. Прямо я нажимаю сильно и оно все у меня заворачивается вот так. И здесь я сюда и оно у меня тоже вот так вот завернулось. Теперь еще можно немножко перевернуть и завернуть вот такие хвостики. Чуть-чуть поставить. Не завернуть, а просто булочкой поставить на края. Вот у нас с вами желтая серединка. И это наша окрашенная серединка. Тоже я переверну ее слегка. И на вот эти усики поставлю точечки. Еще немножко. Так, серединки у нас готовы. Теперь мы с вами можем склеить нашу орхидею. Берем эту часть, берем нижние задние листики, уже все подсохло. И будем собирать нашу орхидею вместе. Клеить я буду на клей-момент столяр. Как я в предыдущих мастер-классах рассказывала, что я в мелких деталях пользуюсь этим клеем. Он быстро сохнет. При высыхании он становится прозрачным, который клей у нас в красных банках. В желтых банках он желтый. И при высыхании он становится еще желче. Я наливаю сюда клей и буду приклеивать. Смотрите. То есть я наношу клей на вот эту часть. Вот сюда. И приставляю вот так приблизительно. Вот сюда. И беру булечку. И этой булечкой я прижимаю. Выравниваю, конечно, соответственно. И прижимаю. Прижимаю и немножко подержу. Все ссылочки на мой инстаграм, на группу ВКонтакте вы увидите в описании. Так что я вас приглашаю. Заходите ко мне. И теперь мы с вами будем приклеивать серединку. Возьмем эту серединку. Наносим клей только сюда. И будем приклеивать вот в это место. Вот так оно будет выглядеть. Приставили. Он не сразу склеивается. Так что можно еще что-то выровнять. Что-то сделать. Повернуть, если кажется криво. Немножко тоже нажать и подержать. Как вы видите в этих вот орхидеях, которые я делала, я еще внизу клею такую маленькую бусинку. Когда я ее склею, я потом вот эти вот крылышки немножко вот так закрою. Возьмем бусинку маленькую. Нанесем немножко клея в серединочку цветочка. В серединочку цветочка. И поставим сюда белую бусинку. Вот так. У нас и получится серединочка. Также можно было поставить и эту желтенькую, как на этом вот у меня цветочки. Ну вот, дорогие мои рукодельницы, мы сегодня с вами сделали такой тоже простой, но довольно такой красивый цветочек орхидеи. Спасибо, мои дорогие, что вы смотрели мой мастер-класс. И до новых встреч на канале Творческая Мастерская Креатив. Творческая Мастерская Креатив.